Добрый день! Эфир канала «Россия-1» продолжает программа «Вести Ульяновск» в студии Ксения Грищенко. Смотрите выпуски. Обновятся еще две сотни дворов. Территории благоустраивают в разных точках Ульяновской области. А Россельхознадзор проверяет цветы и зелень, выявляя вредителей. Лечиться, не выходя из дома, а за здоровьем ветеранов Великой Отечественной и детей войны, которым уже за 80 и 90 следят медики круглый год и особенно в майские дни. Витамины, сладости и пасхальные куличи представители национальных диаспор и волонтеры побывали в детских больницах с подарком. В этом году в регионе отремонтируют две сотни дворов. По региональному проекту «Мой двор» благоустроят территории в областной больни столице Димитровграде, Инзи, Барышей и Новоульяновске. В настоящее время во дворах ведутся подготовительные работы. Контролируют все активные жильцы и глава региона. Получается сколько? Раз, два, три дома, да? И на три дома двор делаем. Отлично. Во дворах, вошедших в региональную программу, обновляют дороги и тротуары. Смонтируют новое освещение, установят лавочки и урны. Надо вот это вот засфортировать и сделать парковочку просто. Потому что, да, у пятого дома нет, они сюда вот все ставят машины. На ремонт территории по программе «Мой двор» направят более полумиллиарда рублей. В региональном центре планируют благоустроить 50 дворов. В городе атомщиков – 13. По муниципалитетам окончательный перечень объектов еще формируется. Также в области продолжится реализация госпрограммы формирования комфортной городской среды. Планируется благоустроить 73 двора. В Ульяновске проходит карантинный фитосанитарный контроль. Специалисты Россельхознадзора провели отбор проб из продукции в городском центре по благоустройству и озеленению. На фитосанитарную экспертизу отправлено около 200 клеевых ловушек. Экспертиза проводится в подведомственной лаборатории. В случае обнаружения карантинных вредителей надзорный орган готов провести мероприятие. Они будут направлены на локализацию и ликвидацию очагов размножения. Это вредитель, который наносит урон как сельхозпродукции, так и цветам. Они усасывают сок клеточный и тем самым вредит товарный вид и так далее. Специалисты Россельхознадзора обещают закончить исследование после праздников. Наличие хоть одного вредителя является основанием для уничтожения всей партии. Напомним, в этом году вырастили свыше миллиона цветов для озеленения областного центра. Среди них астра, китайская гвоздика, сальвия. Заботятся о здоровье тех, кто когда-то заботился о нашем благополучном будущем. Не только в праздничные дни, но и в течение всего года медики проводят диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны на дому. Для ветеранов Великой Отечественной войны с начала года проводят диспансеризацию на дому. 92-летняя Пелагея Филипповна Чернейкина – дитя войны. Сороковые провела в тылу. Трудилась в полях, орла, окопы. Выполняла работу как женскую, так и мужскую. Многое сказалось на здоровье, потому ему особое внимание. Поликлиника в настоящее время помогает. Приходят, анализы берут, осмотр делают, обследование, КГ, например. Все, мы в курсе, какие у нас анализы, что и как. По призванию сама медик и по совместительству дочка Пелагея Филипповна Татьяна с гордостью говорит о маме и уже усопшем герое отца. Иван Чернейкин добровольцем ушел на фронт, прибавив себе 17-летнему возраст, чтобы взяли в бой. По его стопам пошел и внук. В настоящее время у меня сын тоже защищает нашу родину. Добровольцем ушел тоже, награжден медалями и орденом мужества. В преддверии 9 мая даже с фронта внимания бабушки поздравления и главное пожелание здоровья. Вторят этим словам и медики ЦГБ, посещающие ветеранов регулярно. Касаемо проведения диспансеризации ветеранов войны, вдов погибших, инвалидов войны, детей войны. Диспансеризацию мы проводим на дому в индивидуальном порядке. Из обследования мы снимаем кардиограмму, делаем забор материала, то есть крови на анализы. За 4 месяца специалисты ЦГБ осмотрели более 12 тысяч пациентов на дому. Из них старше 65 лет прошли диспансеризацию почти 3 тысячи ульяновцев. В медколледже имени Светланы Ануриевой почтили память выпускников, которые погибли в ходе специальной военной операции. Они были бойцами 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая одной из первых в феврале 22-го вступила в бой. Здесь помнят каждого поименно. На защиту Родины встали старший разведчик Владимир Карманников, командир отделения медзвода Алексей Роутенберг, а также фельдшера Андрей Гуменюк, Михаил Чугунов и Александр Коровин, который пойти по медицинским стопам решил еще в детстве. Погиб во время артобстрела, выполняя долг, спасал людей. Орден мужества посмертно вручали уже маме Александра. Он очень любил свою профессию. Учителя даже говорили, преподаватели, когда учился, собрание у нас было. Вот когда объясняешь урок, он прям в рот тем глядит и вот все это ловит. В прошлом году возле колледжа открыли аллею, где увековечены имена погибших выпускников. Сегодня дань памяти отдали их сослуживцам. Люди, которые не понаслышке знают, насколько опасно быть военным медикам. Медики – это ценные кадры. Они прибегают прям непосредственно под шкалом пуль, разрывом снаряда, они вытаскивают раненых бойцов. И самое страшное, что для террористов, я больше не знаю, как их назвать по-другому, военнослуживающих ВСУ, группа эвакуации – это первостепенная цель. В Ульяновске прошла благотворительная акция. Ее организовали национальные диаспоры – азербайджанская, еврейская и таджикская. Их представители побывали в детской клинической больнице. Юным пациентам онкологического отделения они передали сладкие и витаминные подарки. Не забыли и про пасхальные куличи. Гости поздравили детей со светлым праздником, который в христианском мире празднуется в течение целого месяца. Поздравить сегодняшних детей онкологического отделения с праздником Пасхи. Пожелать им скорейшего выздоровления и возвращения домой. От всей души поздравляю всех с праздником, детей, которые лечатся в онкологической больнице. Также наша акция будет продолжаться не только в этом больнице, но и в различных больницах. Мы считаем, что это делаем добрые дела, благо детей, благо родных выздоровлений. В связи с профилактикой в учреждении, гостиницы передадут детям через медперсонал. Кроме национальных диаспор, в акции приняли участие также волонтеры команды «Янтарный свет». Подобные мероприятия проходят в регионе уже не в первый раз. Они направлены на укрепление здоровых межнациональных акций. Это «Вести Ульяновск». Мы продолжаем выпуск. 10 тысяч доз мифедрона на сбыт УФСБ России Пульяновской области выявило и пресекло противоправную деятельность 38-летнего жителя Московской области. Преступник причастен к организации канала поставок синтетических наркотиков на территорию нашего региона из столицы в особо крупном размере. Цель последующей – обезличенный избыт через интернет. При транспортировке очередной особо крупной партии наркотических средств указанное лицо было задержано с поличным на территории Сурского района Ульяновской области. В ходе осмотра его транспортного средства обнаружено изъят из незаконного оборота наркотическое средство мифедрона общей массой более 1 кг, что приравнивается к 10 тысячам разовых доз. УФСБ России Пульяновской области возбудил и расследовал уголовное дело о совершении преступления – покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Корсунский районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу. На железнодорожных переездах региона произошло семь аварий. Пострадали три человека. Это данные за прошлый год. И по информации сотрудников ГИБДД уже в этом зафиксировано два ДТП. Чтобы статистика больше не обновлялась, на дорогах провели акцию «Внимание! Переезд». Главной причиной дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах является группа нарушения правил дорожного движения, игнорирования запрещающих сигналов светопор и требования соответствующих дорожных знаков. Во время акции сотрудники госавтоинспекции и Ульяновской транспортной прокуратуры контролировали движение транспортного потока через железнодорожный переезд. Водителей призвали соблюдать правила движения через ЖД-переправу и вручили им памятки, где прописаны штрафы. Например, за переезд ЖД-путей на красный свет или при запрете водителя накажут на пять тысяч рублей. А могут и лишить водительского удостоверения на срок от трех до шести месяцев. Переулок Диспетчерский находится в железнодорожном районе. И тяжело приходится там не только диспетчерам РЖД и линейному отделу полиции, но и всем, кто проживает в районе Зловония и грязи, вытекающей из огромного люка под мост. Проблема старая. Сдвинется ли ситуация с мертвой точки? На этот раз наша съемочная группа выясняла с экспертами Народного фронта. Владелец обыкновенного легкового автомобиля сдает назад при виде такой преграды. Впереди на дороге лужа неизвестной глубины и подозрительного, судя по запаху, происхождения. Ну, потому что там непонятная ситуация. Возможно, я там не проеду. Я не рискну там поехать. Так, изо дня в день большинство автомобилистов выбирают объездные пути, хоть дорога под железнодорожным мостом есть. Такой, например, она была неделю назад. Вот там люк, который нам обещали, что поток не будет. Водопад прям. Все это течет туда вниз. Вокруг на сотни метров распространяется запах канализации, а сам путь регулярно затапливает стоками. Активисты Народного фронта настаивают на анализе зловонной жидкости. Здесь вот этот жесткий замес, он будет такой размывчатый. Анализ вообще ни о чем. То есть он не покажет ни водопроводной воды присутствия, он покажет наличие канализации. И он покажет, может быть, еще какой-то остаточный грунтовый ход, который по дороге собрали все. Может, даже где-то нефтепродукты. Может быть. Ну, понятно. Канализационные стоки есть здесь. Почему они попадают? Почему они попадают в ливнев? Этим же вопросом задаются жители района, уставшие дышать нечистотами и ждать помощи. В администрации и водоканале людям сочувствуют, объясняя, что в этом месте уже не первый год происходит вымывание канализационных стоков грунтовыми водами. Ульянский водоканал мониторит данную проблему. Пытаемся понять, где это все происходит. То есть под землю мы еще заглянуть не можем, но все идет к тому, чтобы делать какие-то шурфы и искать, где происходит подмеск грунтовой воды с канализационным стоком. На следующей неделе будет организовано на уровне администрации города совещание для, скажем так, определения технических мероприятий по срокам для достижения результата. То есть первая цель – понять, где происходит вытекание подмес. И вторая цель – это уже достижение результата на устранение. Такая встреча уже результат. Ведь представители Народного фронта по просьбам жителей пытаются добиться действий от администрации и представителей водоканала с прошлого года. Последний диалог привел в спорящих хотя бы к решению посовещаться. Посмотрим, как оно будет. И, естественно, нерадивых чиновников, которые бездействуют, уже несколько лет попытаемся привлечь к тому, чтобы они решили данную проблему. Причем проблема заключается не только в опасной дороге и зловонии, а попахивает еще и экологической бедой. Вот неделю назад мы были, здесь прям текла река. Сегодня мы приехали. Здесь уже меньше воды, но канализация пахнет. И эта вся река воды, вот этой грязной, течет в Свиягу. Мы ходили специально на ту сторону и прямо видно, как вот этот ручей прямо стекает в Свиягу без очистки. Искать причины проблемы и тех, кто должен ее устранять, необходимо было уже давно. Ведь такая беда может сказаться не только на качестве жизни людей вокруг, но и на жизни водной артерии всего города. Ксения Грищенко, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Музей-заповедник Родина Владимира Ильича Ленина вновь радует ценителей старинного искусства. Благодаря совместному проекту с Государственным историческим музеем на Льва Толстого, 24, открылась выставка. Она называется «Рисованный лубок и медное литье старообрядцев». В чем соль искусства настенных картинок и медно-литой пластики – об этом в материале Эдуарда Истомина. Более полусотни рисованных лубков старообрядцев, а по сути треть коллекции Государственного исторического музея. Искусство это зародилось в конце 17 века. Тогда старообрядцы, не приняв реформу Никона, бежали к Канежскому озеру, там и поселились. Это искусство возникло из необходимости просвещать своих единомышленников, призывать их к праведной жизни, к безгрешной жизни. Старообрядцы воспользовались той формой народного искусства, которая уже существовала – печатный народный лубок. Печатный лубок развлекал простой народ, да и делался весьма примитивно. Другое дело старообрядцы – они сделали этот вид искусства осмысленным, причем все работы их от руки. У посетителей выставки неизгладимы эмоции, среди них губернатор Алексей Русских. Я посетил сейчас такое место новое. Мне это очень заинтересовало. Я думаю, что каждый житель Ульяновской области, кто сюда пойдет, получит для себя массу положительных впечатлений. Экспонаты лубочные своеобразны и неповторимы, потому и бесценны, в один голос твердят искусствоведы. Картину «Раскольническая жизнь» на выставке дорисовывает комплекс медно-литой пластики. Предметы эти создавались старообрядческими мастерами-литейщиками. Петр Первый издал два указа, которые просто запрещал производить кресты из меди и складные иконы из меди. Потому что, во-первых, это была борьба со старообрядцами, а во-вторых, всегда нужен был металл. То есть воевала Россия. Богатая орнаментика, многоцветность эмали и золочение – все эти приемы возводят экспонаты в ранг высокой художественности. Выставку дополняет документальный раздел «Раскольнические приходы, поповцы и беспоповцы, взаимоотношения между ними». Из этих фактов соткана старообрядческая история в Симбирской губернии. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Лучшие среди сильнейших на командном первенстве России под дзюдо сборная Приволжского федерального округа, в состав которой вошли ульяновские спортсмены, стала победителем. В Калининграде дзюдоисты из восьми федеральных округов соревновались за звание лучшей команды. Среди сильнейших особого внимания удостоилась ульяновская спортсменка. Валерия Щукина продемонстрировала высокий уровень подготовки. Она с успехом провела все схватки, одерживала победу за победой, не давая соперникам ни малейшего шанса. Тем самым в общем командном зачете о результате привела сборную Приволжского федерального округа к победе. Было четыре встречи. Самая запоминающая, наверное, была первая. Самая сложная была третья встреча в полуфинале. В полуфинале мы сначала проигрывали 4-0, а потом выигрывали 4-5. В финале нам противостояли девочки из южного федерального округа. Достаточно сильная команда. Они прошлогодние победители первенства России. И мы с ними уже встречались неоднократно, первенство России в этой возрастной группе. Лера все встречи выиграла. То есть не подвела, так сказать, команду в Приволжске федерального округа. Победа в схватках для Валерии Щукиной стала не только ее личной победой, но и успехом для всего ПФО. Ее труд, настойчивость, упорство и преданность спорту показали, как можно добиваться таких высоких результатов. И на этой доброй ноте выпуск программы «Весть Ульяновск» подходит к концу. Не переключайтесь, дальше информация о погоде. Сейчас в Ульяновске 10 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра артутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Субтитры подогнал «Симон»!